О подготовке к топливному сезону 16-17 год замковой администрации, где я буду ждать. В апреле предыдущего года было подписано распоряжение об утверждении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 16-17 годов. На протяжении весеннего, летнего и осеннего периода все предприятия города готовились к зиме. Данные мероприятия предусматривали комплексную подготовку котельного хозяйства, подготовку жилого фонда и объектов социально-культурного назначения. На сегодняшний день из 135 котельных, которые имеются у нас в городе, подготовлено 131, что составляет 97%. Заполнено 115 котельных. Выполняются работы по микрорайону 88-й квартал, все наслышаны этой информацией. На сегодняшний день 4 ЦТП, находящиеся на микрорайоне предприятием уголек Донбасс Тепла Энегро, переоборудуются в котельные. Неподготовленными у нас остались котельные образования, которые находятся на неподконтрольной территории. Это станция Майорская, это поселок Зайцево. Выполняется капитальный ремонт котельной в школе номер 18. Планируем, что к началу отопительного периода данная котельная будет готова. По культуре котельная готова, которая находится на балансе, но есть вопрос по дворцу молодежи. Выделены бюджетные средства на третий квартал, на сегодняшний день заключается договор на установку двух электрических котлов. То, что касается отдела здравоохранения котельные готовы и котельные собственные частного предприятия Ворловский теплосеть. В количестве 15 штук вчера договоренность достигнута между теплосетью и Донбасс Теплоэнерго о передаче в аренду котельных ЧАО Ворловский теплосеть предприятий уголек. То, что касается жилого фонда, все мероприятия, которые планировались обслуживающими жилой фонд предприятиями, выполнены на 100%. Кроме этого, дополнительно выполнялись работы за счет средств и при помощи благотворительных фондов. Это остекление, это установка стеклопакетов, оконных блоков и ремонт крови. На сегодняшний день по ряду жилых домов работа продолжается. Идет процесс заполнения. На сегодняшний день не заполнен 71 дом у нас в городе. Это связано с подключениями тепловых сетей и выполнением предприятия уголек восстановительно-ремонтных работ на наружных сетях теплоснабжения. Есть определенные вопросы у нас по образованию, но это опять же связано с выполнением работы. Это те объекты, которые попали во второй этап восстановления. В школу я это озвучивать не буду. В общем, все под контролем и процесс идет. Единственное, хочу озвучить, как бы все работы, которые у нас выполняются в городе, напрямую связаны с теми платежами, которые осуществляют наши сотрудники и вообще жители города. В очередной раз обращаюсь вести работу по оплате коммунальных платежей, как за тепло, за подклад, так и за воду электроснабжения газ. И все это приглашаю на субботник, который состоится восьмого часа. Не добавим к полному году отопительного сезона. На сегодняшний день уже подготовлен направлением жилищно-коммунального хозяйства проект. Он находится на подпись у главы в начале отопительного сезона с 15 октября. Он подготовлен на основе распоряжения главы республики от 6 июня. В случае, если температура наружного воздуха в течение трех суток будет ниже плюс 8, значит, отопительный сезон начнется раньше. Просто тоже всех, кто имеет отношение к заполнению системы, контроль над заполнением и контроль над зданиями, это объективно. Продолжение следует...